это геологическая временная шкала истории земли и это и даже это вы наверняка помните такие картинки еще со школьных времен такая шкала помогает ученым ориентироваться в сотнях тысячах миллионах и миллиардах лет а создают ее геологи сегодня мы покажем вам совершенно новую шкалу из которой вы узнаете все о геолога геофизическом факультете нгу для геологов это конечно всего лишь мгновение но вы удивитесь как много важных событий для науки произошло всего за несколько десятилетий 1959 год сибирь лес белки новосибирский государственный университет зачем строить университет в лесу да потому что это академгородок научный центр россии в нем расположены десятки исследовательских институтов сибирского отделения академии наук а значит нужен и университет который будет готовить научных сотрудников специальность геология появилась в нгу сразу с момента его основания ведь все понимали без геологов никуда поэтому на факультете естественных наук открылась кафедра общей и региональной геологии ее основал будущий академик а на тот момент профессор юрий косыгин желающих стать геологами было много так много что уже через три года 25 июля 1962 года в нгу решили открыть самостоятельный геолога геофизический факультет с тех пор мир сильно изменился но одно остается неизменным ггф это место где трудится множество великих ученых сегодня факультет возглавляет академик российской академии наук валерий верняковский ггф нгу сегодня один из лучших в стране и в мире каждый год факультет выпускает более семидесяти специалистов бакалавров и магистров студенты геолога геофизического факультета нгу участвуют в экспедициях по всей россии и не только а выпускники работают в десятках стран ближнего и дальнего зарубежья факультет готовит профессионалов в области геологии геохимии геофизики петрографии и геологии рудных месторождений слишком много наук давайте обо всем по порядку лучше гор может быть только учебная практика в горах геологи знали об этом всегда поэтому как только возник факультет появились и полевые практики сначала на алтае а затем студенты геологи отправились на практику на ширинский полигон в хакасию а в 1973 году там появилась полноценная стационарная база почему же именно здесь выбор съемочного полигона задача сложная и пока шли поиски подходящей территории геологи испробовали разные варианты и в республике тыва и в киргизии и в хакасии спустя годы стало понятно что ширинский полигон лучший съемочный полигон в россии здесь достаточно пологий рельеф поэтому студенты могут ходить в маршруты легко и безопасно но самое важное геологические тела в районе практики очень разнообразны от осадочных толщ разного возраста до магматических пород поэтому студенты могут максимально полно использовать на собственном опыте те знания которые они получили во время занятий и научиться проводить геокартирование самостоятельно до сих пор все студенты ггф после второго курса едут в хакасию на практику по структурной геологии и геологическому картированию на знаменитый ширинский полигон это от четырех до шести недель реальных полевых исследований но практик много не бывает особенно на геолога геофизическом факультете после первого курса ребята едут в горный алтай две недели экспедиционного быта первое знакомство с горным компасом и геологическим молотком именно здесь становятся лучшими друзьями и сплоченной команды кроме общих практик есть и специализированные геохимики проходят минералогопетрографическую практику на урале изучают месторождения полезных ископаемых минералы и горные породы в маршрутах на отвалах шахт и штолен в карьерах геофизики осваивают геофизические методы в поселке бурмистрова нефтяники исследует геологическое строение месторождений нефти и газа в восточной и западной сибири а после третьего курса все студенты факультета проходят производственную практику в лабораториях институтов и факультета или в других отраслевых и поисковых организациях после чего часто остаются там работать прибавим к этому экспедиции в самые удивительные уголки земного шара такие как арктика или камчатка здесь студенты занимаются самой настоящей наукой и становятся уже профессиональными учеными но познакомиться с миром геологии можно не только в экспедициях любой желающий может узнать новое о нашей земле не выходя из стен университета и даже не будучи геологом в 2019 году в нгу открылся научно-образовательный центр эволюция земли здесь можно увидеть строение нашей планеты в разрезе на большом макете или посмотреть на ее положение в космическом пространстве увидеть большую коллекцию минералов и горных пород можно даже понюхать разные сорта нефти и узнать как ее добывают или рассмотреть древние организмы и изучить эволюцию биосферы эволюция земли это не просто музей это современный комплекс выставочных залов экспонатов и интерактивных систем музей ждет на экскурсии всех желающих особенно школьников понравилось тогда добро пожаловать на факультет сегодня абитуриент ггф при поступлении может выбрать один из пяти профилей а после обучения стать специалистом в одной из множества областей для этого на факультете работает шесть кафедр и каждый студент может выбрать именно то что ему интересно а начиналось все еще 60 лет назад после появления первой кафедры на факультете открывается сразу две новых сегодня эти кафедры обучают студентов по ключевым профилям подготовки преподаватели профиля общая и региональная геология готовят специалистов которые могут исследовать как небольшое обнажение горных пород так и целый континент или горную цель изучить древнюю речную систему следы землетрясений и глобальных оледенений строение вулканов движение литосферных плит рассказать почему растут горы и распадаются суперконтиненты согласитесь это даже звучит мощно геофизика помогает заглянуть внутрь земли изучить ее строение и глобальные процессы которые происходят в геосфере движение материков извержения вулканов землетрясения изменения климата и многое другое а в 2019 году появился новый профиль геофизика в нефтепромысловом и горном деле его выпускники крайне востребованы в научных организациях учебных заведениях и конечно ведущих российских и международных корпорациях студент геохимик может заниматься минералогии изучать состав свойства структуры и условия образования минералов витрографии описанием состава и структуры горных пород геохимии исследованием круговорота химических элементов в геологических процессах геологией рудных месторождений изучать типы и строения рудных тел а также условия их образования выпускники факультета открыли месторождения железа и платины в сибири алмазов сибири и канаде золото в сибири и монголии студенты абсолютно всех профилей подготовки после третьего курса проходят практику в институтах сибирского отделения российской академии наук подготовка студентов ведется на базе трех научных институтов как только появился факультет открылась кафедра месторождений полезных ископаемых а в 1980 году на кафедре стали готовить специалистов в области нефтегазовой геологии к этому времени в западной сибири были открыты гигантские месторождения нефти и газа регион становится нефтегазовым сердцем россии самое время расширять нефтяные направления в академических и отраслевых институтах сибири а для этого конечно нужны выпускники нг у студенты нефтяники моделируют историю развития осадочных бассейнов интерпретируют материалы сейсморазведки и результаты исследования скважин они работают с образцами уникального центр геологических коллекций института нефтегазовой геологии и геофизики с уран в нем хранится до 30 тысяч погонных метров керна сибирь богатейший нефтегазоносный регион в мире здесь добывают свыше 70 процентов российской нефти и больше 90 процентов газа поэтому выпускники этого профиля никогда не останутся без работы они занимаются поиском и разведкой нефтяных и газовых месторождений в высокотехнологичных нефтегазовых компания 1965 год академик борис соколов основал кафедру исторической геологии и палеонтологии здесь готовят настоящих историков земли ведь студенты этой кафедры изучают происхождение жизни на нашей планете и ее эволюцию ископаемые остатки животных растений и микроорганизмов это материал для палеонтолога изучив его можно определить геологический возраст горных пород и многое другое но чтобы стать настоящим профессионалом конечно нужно продолжить образование например в магистратуре готовить первых магистров факультет начал еще в 1993 году сейчас здесь ждут студентов которых учат по наиболее востребованным профилям самые новые из них это айти геофизика и моделирование нефтегазовых систем преподаватели профиля айти геофизика готовят профессионалов которые используют современные технологии например методы машинного обучения высокопроизводительные вычисления анализ больших объемов данных беспилотную авиацию в ходе практических занятий на профиле моделирования нефтегазовых систем студенты анализируют реальные геолога геофизические данные в современных программных пакетах а часть курсов ведут специалисты из научно-технического центра одного из крупнейших недропользователей россии газпром нефть НТЦ но начать свой путь в геологии на ггф можно даже школьнику лучшие ученики со всей россии не только вот уже почти полвека приезжают в нгу на сибирскую геологическую олимпиаду на очном туре олимпиады они отстаивают свою научно-исследовательскую позицию выдвигают оригинальные идеи и даже спорят с ведущими учеными новосибирского академгородка с недавнего времени подготовиться к олимпиаде или поступлению на факультет можно на форуме школьных наставников здесь ребята узнают что геология это максимально междисциплинарная наука да и и не преподают в школе но ведь физика химия и география это основа для любого геолога на форуме школьники выбирают свою будущую карьерную траекторию и принимают решение о том чтобы пойти учиться на ггф но и это еще не все в 2022 году прошла первая летняя геологическая школа настоящее приключение для мальчишек и девчонок ведь это возможность на несколько дней приехать в академгородок пожить в университетском кампусе а главное послушать лекции именитых преподавателей нгу поучаствовать в практических занятиях по геологическим дисциплинам и увидеть своими глазами научные лаборатории институтов на экскурсиях те школьники которые лучше всего проявили себя во время соревнований получают приглашение поступить на геолога геофизический факультет нгу вот мы и переместились в финальную точку нашей геохронологической шкалы финальную мы сказали финальную простите это грубая ошибка ведь история геолога геофизического факультета нгу только началась ее будут творить новые люди новые школьники и абитуриенты новые студенты и преподаватели кандидаты наук и академики основатели и продолжатели прекрасных традиций ведь что такое 60 лет по меркам истории нашей земли но как много важного могут создать люди которые по-настоящему любят свое дело а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok